Извините, не Сталин ли все вернул на круги своя для церкви? Начали церкви восстанавливаться, и из тюрем были возвращены наши священнослужители. Вас удивляет то, что коммунист на стороне, в данном случае, православия. Меня коммунистический хороговеносец меня действительно удивляет. Так, объясняю вам почему. Я русский человек. Когда мы говорим русский, я атеист. Вы атеист, слава богу, я хотел вас это спросить. Но я-то прекрасно понимаю, что мои корни, если я русский, находятся в православии, в православной культуре. Подождите, подождите, подождите. Стоп, стоп, это прекрасно. Вы атеист? Да. То есть вы отрицаете существование Бога? Да. Прекрасно. Тогда какое отношение вы имеете к религии православия? Тем более выступая с ней вместе, с каких-то позиций. Русская культура, она родилась из православия. Вот я еще и схожу. И для меня именно вот эти вот ценности, которые, собственно, извините, заложены в моральный кодекс строителей коммунизма. Слушайте, вы, правда, где-то вот в последнее время активисты коммунистической партии, разных, может быть, и в том числе коммунистической партии, и активисты православные, вы очень друг на друга похожи стали. Я бы сказал, хочу вот, чтобы вы меня поняли. Да, конечно. Знаете, вот я живу в Кировском районе. Вы знаете, я вот такого засилья иностранных сект просто не видел. Я за то, чтобы у нас были традиционные религии, православие, ислам, не знаю, как он там представлен у нас в виде иудаизм. Значит, они существовали. Это нормальные явления. То есть, они позволяли наряду с коммунистической идеологией мирно существовать всем народам, которые жили, а их более полноста 30 было в Советском Союзе. И когда мы, допускаем, открываем ворота для иностранных сект, вот мне это непонятно. Мне непонятна позиция нашей федеральной власти. Любая власть, она заинтересована, чтобы сохранить те устои, которые есть в государстве. Подождите, вам сейчас кажется, что сейчас, сегодня наша федеральная власть по-прежнему слишком лояльна к неким иностранным сектам? Она не просто лояльна. И мне кажется, я думаю, что это делается умышленно. Что сюда вот этих поток всех-всех. Вы только задумайтесь. У нас только в Пермском крае около 400 религиозных организаций. По чьим данным? Минюста. Минюста. Да. Так что это не случайно. Не случайно. И посмотрите, ведь в финансовые возможности даже, скажем, у наших, тех, кто сюда прибыл лет 20 назад, или в последнее время. Кто те? Финансовые возможности. Кто эти люди? Свидетели Иоговы и там прочие, которые вы найдете, список очень обширный. Причем они уже не стесняются. Там большая реклама, вывески. Проедите у нас. Что много народу обоевает. Возьмите клуб «Химик», где я раньше пел в хоре русской песни. Там сегодня фактически обосновались полностью свидетели Иогова. То есть клуб «Химик» сейчас превратился в какую-то церковь. Слушайте, ну вам, наверное, пора уже совместно с русской проволационной церковью какие-то совместные митинги организовывать. Не знаю, шествия. Ну, если понадобится, будем. Ведь не зря у нас на федеральном уровне создана такая организация «Русский ЛАД». Где, говорится, могут быть и верующие, и неверующие. Кстати, а чего вас удивляет? В КПРФ, например, если по официальным данным, около 30% это верующие. Мне бы казалось, что верующих надо из КПРФ исключать. Ну, потому что марксистско-ленинская идеология предусматривает материалистический подход и материалистическое восприятие действительности. Знаете, базовыми ценностями КПРФ являются социальная справедливость, равенство возможностей, труд без эксплуатации человека человеком, дружба и братство народов, защита детей и стариков. Скажите, а тогда Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Владимир Ленин, их учения перестали быть базовыми для КПРФ? Нет, они остаются. А как это сочетается с верующими? Мы считаем, что классовую борьбу никто отменить не может. То есть борьба идет не между верующими и неверующими, а между трудом и капиталом. Понятно. Тогда, естественно, давайте у нас, на самом деле мы просто массу времени потратили. Давайте теперь еще несколько вопросов. У нас осталось буквально 4 минуты, Владимир Кузьмич. Честно говоря, вы меня поразили, потому мы немножко завязли. Ну, я рад, что тебе вы. А давайте дальше. То, о чем я вам говорил перед эфиром, обязательно спрашивают про переименование Сталинграда. Мы, начиная с октября прошлого года, собираем подписи в Пермском крае о переименовании Волгограда снова в Сталинград. То есть вы за возвращение исторических названий? Да. В данном случае мы считаем, что город-герой Сталинград. Он должен и быть. Хорошо. Не было Волгоградской битвы. Хорошо. И я думаю, что я рад, что даже уже на федеральном уровне, даже Матвиенко и Рогозин тоже поддерживают КПРФ. Значит, из-за того, чтобы вернуть ему имя Сталинград. Я понимаю, что историйцы нам против... Не-не-не, у меня другой вопрос. Переименование большевистской в Екатерининскую. Я тоже против. По другой причине. Я понимаю, что они должны быть разные. Давайте скажем, значит, Екатерининская, на период, когда ее переименовали, она сколько включала в себя домов? Все, что было построено, было в советское время построено. Хорошо. А Орджоникидзе в Монастырскую? Ну, там-то как же история. Слушайте, давайте тогда Волгоград... А Волгоград-то отстроили после войны. Он же после войны... Там же ничего не оставалось. Если вашей логикой пользоваться, то этот город именно Волгоград. Из памяти людской не вычеркнуть Сталинград и Сталинградскую битву. Я понимаю, услышали, но как тогда, в чем... Понимаете, логика должна быть. То есть, если мы возвращаем историческое название. Волгоград в Сталинград. В большевистскую, в Екатерининскую. Орджоникидзе в Монастырскую. Нет. Давайте здесь не будем. Я еще раз говорю. Эти улицы в основном были построены в советское время. И их трогать не надо было. Почему у вас... Хорошо. Что касается Сталинграда, ну, все-таки моя точка зрения. И я на стороне тех граждан, которые считают, что Сталинград это особое место в Российской Федерации. Везде, даже за границей, есть площадь Сталинграда. Если брать даже, скажем, ту же самую Австрию, там даже есть место, дом, где были рев Сталина. А во Львове есть улица Дудаева. Я против того, чтобы таким людям переименовали в честь их улицу. Ну, это все равно, что, вы знаете, я знаю, что кому-то там наградили на Украине, извините, просто-напросто, тех, кто воевал против Советского Союза. Бывает такое, вы правы. Владимир Кузьмич, у нас буквально две минуты осталось. Вот я понимаю, что вы депутат еще молодой. С точки зрения стажа. Извините, пожалуйста. То есть вы год. Я избирался депутатом еще в советское время. Я понимаю, что в конце 80-х вы были депутатом. Я имею в виду, вот депутат ЗАГС Собрания Края, вы первый год. Ровный год, да. Ровный год. В одной фразе, ваши ощущения от законодательного собрания, от коллег, от работы, как вам все вот это, как вы это воспринимаете, будучи уже некой частью российской политической системы? Я бы хотел, чтобы действительно наша законодательная власть была самостоятельной ветвью. В данном случае я такого не наблюдаю. Скорее, я даже могу ощущение, не ощущение, а есть много доказательств того, что все-таки вся власть в Пермском крае сосредоточена у исполнительной власти. А законодательная власть там как предаток. То есть для штамповки тех законов, которые поступают от губернатора или правительства в Пермском крае. Спасибо огромное. И еще маленькая деталь напоследок. Римский полководец, кстати, Катон-старший, непримиримый враг Карфагена, выступая на каждом заседании Сената, говорил, по моему мнению, Карфаген все-таки должен быть разрушен. Владимир Кузьмич, вы на него очень похожи. Я должен сказать, что вот все лучшее возвращается. Ничего более близкой к человеку труда не было, чем советская власть. Владимир Корсун, депутат ЗАГС Собрания Пермского края. Смотрите нас в следующий понедельник. Это была программа «Гражданин депутат». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова